Поехали разбирать исторические события. У нас три главных исторических события. Это все, что вам нужно помнить. У многих, кажется, что самое сложное при чтении «Войны и мира» это читать про всю эту войну, потому что ну сколько тища, куча всего, я не могу запомнить. Короче, все не так трагично, и запоминать нужно немного. У нас три основных сражения. Это Шенграбинская, Австралийская и Бородинская. Шенграбинская и Австралийская происходят в пятом году. Шенграбинская успешная, Австралийская полное поражение. Бородинская это уже совсем другая война, потому что она имеет народных раций. Вот что важно, да, здесь в Шенграбинском и в Австралийском у нас, ну знаете, как бы война как игра политическая. И Россия там участвует как союзник. А вот Бородинское сражение это уже сражение, где на кону стоит твое отечество. Поэтому она совершенно другая по своему характеру. И наши герои там совсем другие. И другие выводы они делают. Вот, поэтому с такой позиции мы смотрим тоже на эти сражения. Начнем давайте с Шенграбинского. Пятый год, самое первое, что мы видим. И, как вы уже услышали в видосе, важным эпизодом вообще во всем этом сражении было проявление истинного патриотизма батареи Тушина. Тушин, это у нас такой маленький человек, его действительно можно отнести к маленьким людям, ну по нашей классификации. Он, в принципе, такой незначительный. Да, он капитан, но среди других важных офицеров и каких-то главнокомандующих он прям мелкая сошка. Вот, он не стремится к чему-то великому, он очень простой. И со своими людьми, которые вот в его батарее, он тоже довольно такой простой. И как получилось на сражении? Батареи Тушина пришлось взять на себя прям смертельную опасность. Они оказались в самом центре событий. И им пришлось противостоять французам в одиночку. А должно было быть так, что есть вот батарея Тушина, и у них есть прикрытие. И, в общем, ну там целая система должна была быть выстроена. Но в ходе сражения получилось всё так, что, ну, русским пришлось отступать. И к батарее Тушина отправили человека, чтобы он сказал им, мол, надо отступать. Вот, он до батареи Тушина не доехал. И Тушин так и не получил приказа отступать. Вот он, не получив приказа, стоял там до самого последнего момента. Хотя вроде бы уже можно было и убежать даже в страхе. Но они всё равно стояли, сражались и действительно, ну как, отстаивали свою позицию. И им даже тогда пришлось зажечь деревню, чтобы отвлечь внимание французов. И это тоже такой ключевой момент, который принёс успех им в этом сражении. Никто не приказывал Тушину куда и чем стрелять. И он решил, что хорошо было бы зажечь деревню. То есть вообще никаких приказов уже не поступало. Ему пришлось действовать на месте, соображать, думать, что, как делать. И он действовал, ну вот прям, знаете, как из истинного патриотизма. То есть в нём именно это чувство преобладало в тот момент. Он думал, как победить и как сохранить жизнь людей своих. Вот, да, и все, что важно, он реально не сбегает с поля боя. Он продолжает стрелять по французам, ну и вся его батарея. Прикрытие, стоявшее после подли пушек Тушина, ушло почему-то приказанию в середине дела. Но батарея продолжала стрелять. Когда всё закончилось, Бакаратион отругал Тушина за то, что тот не пошёл в отступление, что он там отставил вообще орудие на поле, хотя был дан приказ. Короче, бедного Тушина начали отчитывать. И Тушин даже не пытался этому противиться. Ну то есть вот ему сказали, был дан приказ. Но приказа не поступало Тушина, и он об этом даже не сказал. Он так струсил немножечко, точнее, он немножечко замялся. Он не хотел подставлять другого начальника, он не хотел и как-то... Ну, в принципе, это не в его характере заложена вот эта вот такая стычка с начальником. Он просто слушается всему, что ему говорят. Все они, начальство и адъютанты, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упрёки и замечания. Да, здесь сразу обличается вот это вот общество людей, которые сидят в прикрытии, которые просто раздают приказы. Они на самом деле, ну, они даже не могут понять, и у них как будто выключается вот это сопряжение тем людям, которые находятся на поле боя. Тушину во всём ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Представляете, ну, реально, какой-то кошмар. Он действительно почувствовал свою вину, хотя он вообще герой этого сражения. И Андрей Болконский это замечает. Он знает, что произошло, потому что он как раз-таки в итоге и поехал за батареей Тушина, когда вот этот адъютант Багратиона струсил и не доехал до Тушина. В итоге уже Андрей Болконский поехал. И он видел, что там произошло. И он тогда заступился за Тушина за тем столом. Успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой. Вот что он так сказал. Короче, Тушин в данном случае это прям проявление простоты, народного духа, истинного патриотизма. Это исключительно положительный персонаж в этой ситуации. Вот, кстати, кусочек из фильма. Каким образом орудие оставлено? Не знаю ваш сячества. Людей не было, ваш сячество. Вы могли из прикрытия взять. Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин. Хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника. Ваше сиятельство, вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными и прикрытия никакого. И ежели ваше сиятельство позволите мне высказать свое мнение, то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой. Спасибо, Андрей Болконский, что просто заступилась из-за этого бедного маленького человека. И тут, кстати, тоже прям подметьте, какая неразбериха на этой войне. Прикрытия не оказалось, этот Жерков не доехал до Тушина. Эти что-то орут и оскорбляют, ее приказы раздают и сами не понимают, что происходит, кого надо наказывать, кого, наоборот, надо хвалить. Ну, короче, полный бред. Андрею Болконскому это очень не понравилось. Мы к этому чуть позже перейдем про историю Андрея Болконского. Но просто вы тут уже видите, реально неразбериха. Вот она вся и проблема. И истинного героя не заметили во всей этой ситуации. Есть полная противоположность Тушину. Это Долохов. Вот Долохов здесь проявляет ложный патриотизм. Ну, мы знаем эту крысу. Всем привет. Короче, вместе с Тимохиным... Что происходит на Шенглендском сражении? Он вместе с Тимохиным, его как друг, он ринулся на французов, оставляя грудь под пули. Но как только он схватил первого попавшегося француза, он тут же воспользовался этим, побежал к полковому командиру и просил обратить внимание на то, что вот я, смотрите, поймал француза, обязательно запомните этот момент. Короче, Долохову было важно, чтобы его заметили, чтобы его наградили. Это вот истинный мотив его поступков на этом сражении. Это полная противоположность тому, как действовал Тушин. Тушин вообще не думал о том, что о нем подумают. Наградят его, не наградят. Заметят ли его успехи. Его задача была стрелять, отстаивать позицию, сохранять в целости и сохранности людей. У Долохова же это эгоизм и желание получить славу. Крысятник пополняется. Все верно. Укладка просто вау. Мне бы такое делать, капец. Ой, дойдем мы до Тихого Дона. Вот там у нас сидит самая настоящая крыса, как мне кажется. Долохов еще не самый стрёмный человек во всей русской литературе. Да, Мишка Крышевой с Тихого Дона просто крысиный король. Я согласна. Вот. Ну, то есть, как бы здесь вы поняли два ключевых момента, что можно раскрыть по Шенграбинскому сражению и вообще по тому, как люди себя ведут на войне. Это тоже, ну, частая тема в разных произведениях, потому что на войне обличаются самые сокровенные, самые сокровенные мысли человека. Да, то, что сидит глубоко внутри него, оно здесь проявляется. Либо это истинный героизм, либо это трусость, либо это такие порочные мысли. Вот в случае с Долоховым это порочные мысли. В случае с Тушиным это истинный героизм. Переходим дальше. У нас здесь есть еще два героя, которых тоже можно здесь рассмотреть. Это Балконский и Николай Ростов. Два молодых парня. Ну, Андрей Балконский уже достаточно взрослый, но как бы... А Николай Ростов прям действительно молоденький. И это их первое сражение. У каждого из них были ожидания. У Андрея Балконского было ожидание, что вот, я приду на войну, там все так четко, ровно, я дождусь своего Тулона, я прославлюсь на этом сражении, сделаю что-то, что действительно, ну, принесет победу, и люди меня запомнят. Он ждал своего Тулона. Кто знает, что такое Тулон? Вот, Алиса, ты спрашиваешь, давайте, да, так. Напишите сейчас чатик, что значит, типа, Тулон. Вы пишете правильные ответы, но кто мне скажет, откуда это прям? Угу. Кайф. Вот, Маргарита уже написала. Вы абсолютно правы, это момент славы, это звездный час, ну, то есть, имеется в виду именно это, но откуда взялась вот такая вот отсылочка? Это город, Тулон, это город, который захватил Наполеон, и именно это событие принесло ему невероятную славу. Поэтому вот и появилось такое выражение, что, типа, ждал своего Тулона, то есть, ждал своего звездного часа, когда и он прославится. Вот, это не медаль, это такой город, да. Да, это просто город, но здесь это в метафорическом значении, типа, ждал своего звездного часа. Что в реальности происходит? То, что начерчено на бумаге, то, что там распланировано заранее, на войне, это в итоге не имеет никакого смысла, потому что реальное положение дел не совпадает с ожиданиями, да, и с планом. И вот, например, самоотверженность невзрачного Тушина очень его поразила. Ну, то есть, как-то представление было другое, что вот есть великие люди, да, на войне, и мы знаем их, они действительно герои. Есть, как бы, солдаты, они тоже важны, но они скорее не совершают каких-то таких ключевых действий. Вот он увидел, как Тушин совершает ключевое действие, которое действительно можно посчитать за героизм. И он поражается, что, ну, в итоге как-то все вообще не так, что, во-первых, полный неразбериха на войне произошла, что этого Тушина никак не заметили, и тогда Балконский осознает, что война – это грязная, тяжелая работа, здесь совершается античеловеческое дело. Но пока что он еще все-таки в состоянии и в мыслях, когда он хочет получить славу, то есть он пока, у него немножечко рушатся ожидания, но духовный кризис наступит на австралийском сражении. Было грустно и тяжело, все это было так странно, так не похоже на то, чего он наделся. Как понять античеловеческое? Ну, то есть антигуманное. Есть у нас гуманные действия, а есть антигуманные действия. Человеческое дело, например, помогать другим, заботиться о людях, не знаю, помогать материально или нематериально поддерживать. Вот это все гуманные дела, человеческие. Античеловеческие – это то, что, наоборот, приводит к гибели человека либо физически, либо как-то морально. Ну, в данном случае это вообще и физически, и морально. Конечно, ключевое – то, что физически. Здесь нет вообще никакой гуманности, и все, наоборот, очень грязно и тяжело. Окей, Артем, я надеюсь, я ответила на твой вопрос. Другой герой, который тоже пришел с ожиданиями своими, это Николай Ростов, но у него немножечко другой контекст. Ростов, скорее, пока, ну, в силу еще своего возраста, молодого, он живет в идеале, в идеальном мире в своей голове. Вот. И он, как истинный мальчишка того времени, любит поиграть в войнушку, и он очень хотел попасть на войну, потому что, ну, он видел в этом нечто такое романтическое. У него были такие романтические идеалы в голове. Хочет, чтобы поскорее началась атака, потому что он хочет изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей гусаров. И он прям перед сражением еще не чувствовал никакого страха, наоборот, он мечтает рубануть. Ну, то есть прям, ну, мальчишка хочет поиграть в войнушку, вот как бы, кратенько. Что в реальности? Он сразу же получает ранение, он начинает испытывать дикий страх, он осознает ужас войны, он осознает свою хрупкость, и близость французов казалась ему теперь так ужасной, что он не верил своим глазам. Ростов, ну, реально, он прям как-то очень быстро сдался во всем этом сражении. Он получил такое ранение в руку, его немножечко законтузило, ну, то есть начал терять связь с реальностью. Он видел, что люди идут к нему. Он сначала подумал, что это наши, а потом он увидел, что это французы, что это враги. И он так растерялся, что, ну, у него в руках был пистолет, точнее, ружье, наверное, пистолетом не очень правильно называть. Он мог выстрелить в них или как-то таким образом себя защитить, но он на страх просто кинул это ружье и убежал, и убежал в кусты. Вот, это все, что сделал Ростов на этой войне. Больше реально ничего. И потом Ростов уже понимает в ходе этой войны, что на самом-то деле все вот эти вот рассказы товарищей гусаров, рассказы других людей, это все такая присказка. Все это очень сильно приукрашено. Это вообще неправда. На войне ты испытываешь другие вещи, совершается совсем другое, это не так красиво и не так романтично, как описывают другие люди. Французы такие притворимся, что не видели. Да. И так получилось, что Ростов после этого сражения, ну, как бы все обсуждают сражения между собой. Вот Ростов тоже начал говорить, и он, ну, сам по себе, он не врет людям. У него нет такого желания, нет такой цели врать. Он начал рассказывать, что было на Шенграбинском сражении, и сам, как-то того не замечая, начал врать. И он после этого сражения получает Георгиевский крест за отвагу. Многие тогда получили, и он тоже, хотя он вообще этого не заслуживал, и сам это понимал. Вот. И он, в общем, тогда он понял, он столкнулся с реальностью, и понял, что, да, как-то тоже совсем все не так, как я думал. Субтитры создавал DimaTorzok